Уже через пару минут юные школьники вступят в пионеры. Традиционно вступление в пионеры раньше проходило около вечного огня, но в этом году холодный май внес свои коррективы и сейчас мы находимся в здании дворца детского творчества. Торжественный митинг – важное событие. После пионерского обещания, когда на груди повязанный красный галстук, каждый ребенок берет на себя определенные обязательства перед собой и обществом. И также моменты жизни должны помочь детям в развитии самодисциплины, дружбы и чувства коллектива. Клянемся! 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 Присутствие почетных гостей делает событие еще более значимым. Пионеров поздравили глава города, депутаты городской думы, заместитель директора Российского федерального ядерного центра. Я желаю вам провести пионерское время ярко и с достоинством. Поздравляю вас! Я испытываю чувство сопричастности к этому великому делу. Я вспоминаю, как меня принимали пионеры 60 лет назад. И, по сути дела, ничего не изменилось. Все те же замечательные традиции, любовь и портретизм. Присутствие ветеранов труда, вооруженных сил и участников специальной военной операции также играет важную роль в формировании у детей уважения к старшим и исторической памяти о подвигах предшественников. Все эти моменты вместе создают атмосферу особого торжества и сплочения, которое вдохновляет юных пионеров. Мне очень понравилось это мероприятие. Я хочу быть пионером, и я буду делать добрые дела. Торжественности добавили выступления сводного отряда барабанщиков и юно-армейцев, а вокалисты и танцоры усилили эмоции праздника. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. Митинги завершились, а впереди День пионерии. Новые эмоции, приятные сюрпризы и праздничное настроение. Ульяна Крылова, Объединение журналистика, Дворец детского творчества для службы новостей Саров-24.